МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дренажная система в силу своего возраста не справляется с таким объемом. Раньше ситуацию спасали противопаводковые мероприятия, проводимые руководством Ульяновского комбината строительных материалов. С момента ликвидации предприятия, заградительные барьеры от весенних явлений природы сооружать стало некому. Раньше эта вода по улице Овражной по оврагу уходила. Но так как эта территория сейчас застроена частным сектором, там надворные постройки, все, в воде деваться некуда. Единственный выход – подземная труба, которая проходит возле трех жилых домов по улице Хваткова. Жители собственными силами, даже с привлечением спецтехники, расчищают проход к ней в надежде увеличить пропускную способность. Однако и тут тупик. Подобные земляные работы нельзя проводить без специального разрешения, выданного городским управлением по благоустройству. Второй акведук также забит. А это уже специально санкционированные действия. Жители частного сектора, расположенного напротив, сами заградили проход, чтобы не допустить подтопления уже на своих территориях. Их инициативу поддерживают и в городской администрации. Сейчас вышла группа жителей и благодарила главу района за то, что не открыли вчера акведук, а решили в пользу пока вот этих вот бесхозных садовых участков. Я построила дом на 400 тысяч год назад. У меня сейчас все холодильник, весь мебель, новая мебель, все в воде плавает. А как вы могли вообще здесь построить дом, если это зона вообще подтопления всегда была? У Галины Перовой встречный вопрос. Почему тогда дали разрешение на строительство? Ведь с ее слов все кадастровые документы у нее имеются. Но в ни одного ответа пенсионерка так и не находит. Сейчас вместо того, чтобы готовиться к дачному сезону, женщины пытаются уберечь от потопа имущества и живность. Вчера у меня муж без ничего, вот так два часа холодной в воде был. Я сам ее видел, он голый плавал в воде. Вечером пошли болотные сапоги купить. Сегодня пять часов, он зашел до работы, накормил и поехал на работу. Болотные сапоги. Отсюда нельзя зайти, только сверху можно еще пройти. На вопрос, что делать и как уберечься такой ситуации в будущем, представители городской власти видят единственное решение вернуться к советской системе водоотведения, то есть в УКСМовские карьеры. Решение ищем, ищем. Поскольку и весь пустырь застроен сейчас, и вся улица Шигаева застроена, ищем решение, будет думать, как говорится, соответственно, городские власти о том, как воду отвезти в сторону УКСМовских карьеров. Вообще никакого времени? Ну, во всяком случае, в этом году, я думаю, наверное, уже будет рассматриваться вопрос. Но это непросто сделать. В зоне подтопления оказались и дома по улице Зеленая, поселка Луговое. Как сообщили нам специалисты МЧС, уровень воды считается критическим, если он мешает жизнедеятельности. Мы измерили с помощью 30-сантиметровой линейки уровень данной лужи. Он составил 18 сантиметров. Ну, наверное, есть основания считать его критическим. И такая глубина только там, докуда дозволила дойти высота резиновых сапог. Дальше, глубже. И снова, чтобы пробраться в собственный дом, необходимо воспользоваться специальной обувью. А лучше каноэ, чтобы наверняка. Такой лодки не имеем, поэтому прогуливаемся по улицам на редакционном УАЗике. Как сообщают специалисты, на места подтопления направлены оперативные группы службы МЧС, которые прокладывают каналы для отвода воды. Для оперативного реагирования и предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций для жителей сейчас работает горячая линия по телефонам 79 50 14 или 79 50 13. Звонки принимаются круглосуточно. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Специально для Ульяновской правды.